Здравствуйте подписчики и гости моего канала! Сегодня 17 ноября 2021 года. В этом видеоролике я хочу с вами поговорить о влагозарядном поливе. Нужен ли он или вообще нет смысла его проводить? Каждый, конечно, решает для себя сам, но... Моё мнение, я для себя решил, что влагозарядный полив обязателен. Особенно осенью. Как мы знаем и как я замечал, даже на своём опыте вам скажу, что когда я свои кусты проливал, вот даже особенно посаженные кусты, которые были посажены, допустим, в этом году, вот когда я садил в 2020 году все кусты, которые я пролил, и те кусты, которые я не проливал, то разница была видна. Те кусты, которые я проливал водой, они намного лучше перезимовали и быстрее начали расти, почки выдвигаться, а те, которые я не пролил, они немножко подтормаживали в росте и немножко плохо перезимовали, похуже. Поэтому для себя я решил, что влагозарядный полив на винограднике обязателен. Не говорю, что это, ну, не принуждаю всех делать, просто говорю, что для себя, именно для себя я решил, что влагозарядный полив у меня на винограднике обязателен. Как мы знаем, что сухая земля при морозах промерзает намного глубже, чем влажная. А если, допустим, зимой сильные морозы ударят, и снега не будет, то, конечно, наши корни винограда подмерзнут, и даже, возможно, куст может погибнуть от этого. Когда сильные морозы, земля промерзнет очень глубоко, и наши корни просто-напросто погибнут, и мы потеряем куст. Или частично они подмерзнут, и тоже на восстановлению кусту понадобится время, и вы не сможете получить хорошего урожая. Поэтому влагозарядный полив я делаю всегда, стараюсь делать всегда. Когда я поливаю свои кусты, то виноград берет себе, сколько ему надо в влаги, впитывает в лозу, в корень, и намного лучше зимует. Это уже проверено мной, я проверял, как бы. И поэтому особенно-особенно молодые кусты посаженные, однолетки, двухлетки я проливаю, где-то литров 30-40 воды под каждый куст я выливаю, для того, чтобы земля пропиталась вокруг корней винограда, и он лучше перезимовал. Так что вы, конечно, решайте сами, нужен влагозарядный полив вам или не нужен. Может быть, у кого-то грунтовые воды сильно высоко, и земля и так влажная, а у некоторых, допустим, песок, как у меня вот на винограднике, песок там на два штыка лопаты копаешь, и под низом уже желтый песок. Поэтому вода не задерживается долго и уходит вниз. Поэтому на моем винограднике мне нужно обязательно делать влагозарядный полив осенью, перед самой зимой, перед самыми морозами. Так что экспериментируйте, пробуйте, решайте, нужен ли вам он или не нужен. Смотрите сами. Я никого не заставляю, никого не принуждаю, просто делюсь своим опытом. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видеоролик был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, с радостью на них буду отвечать. Все. Всем спасибо. Всем пока.